Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события. В студии Светланы Кудрявцевой я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. Мнения жителей разделились. Благоустроят ли парк имени 60-летия советской власти в Кировском районе Самары? Не вся вода очищает. На пересечении улиц Луганской и Карьерной произошел порыв трубопровода. Домой, к родным и близким. Еще одну пострадавшую в ДТП под Сызренью выписали из больницы Самары. Своевременный вызов пандемии. В Самаре продолжается масштабная вакцинация населения. Желание сделать прививки выразил личный состав Росгвардии. Не только звезды красят генерала, но и любовь к родине. В преддверии Дня защитника Отечества в окружном доме офицеров поздравили настоящих мужчин. Мнения разделились. В Самаре состоялась встреча главы города Елены Лапушкиной с инициативными группами по поводу благоустройства парка 60-летия советской власти. Напомню, ранее проходило рейтинговое голосование за общественные пространства. Их планируют благоустроить в следующем году. Выбрали топ территории, за которые с 26 апреля по 30 мая будет организовано голосование на общероссийской платформе по формированию комфортной городской среды. Среди данных территорий есть и парк 60-летия советской власти Кировского района города. Свои идеи по благоустройству этой зоны представили главе Самары жители областного центра. Подробности в нашем сюжете. Уголок природы в мегаполисе. Парк 60-летия советской власти в Кировском районе Самары снова в центре внимания общественности. Ранее эту территорию внесли в список общественных пространств, которые планируют благоустроить в следующем году по федеральной программе формирование комфортной городской среды. Однако мнения жителей о судьбе парка разделились. Со своими предложениями активисты пришли на личный прием главы города Елены Лапушкиной. Одна инициативная группа предложила минимально благоустроить парк и готова в этом помочь. Они представили свой проект развития территории. Брать валежник, чтобы дорожки асфальтовые, покрытие восстановить, лавочки добавить. Другая инициативная группа оказалась против любого строительства в парке. Они считают, что в этой рекреационной зоне не требуется кардинальных изменений. Не надо больше никаких дорожек, асфальтов, никаких там покрытий. В то же время есть активисты, которые хотят обустроить парк для занятий зимними видами спорта. Для этого потребуется построить лыжную базу и проложить трассы. К согласию жители так и не пришли. На встречу решили снова взять паузу. Без общего, расширенного, голосования, открытого мы не примем этого решения. Надо выносить максимально и разъяснять, какой вид работы, что за собой несет. Принимает большинство людей. Причем не только по Кировскому району. Здесь у нас по всему городу надо. Значит, будем так делать. Если не принимают, значит, не будем делать. К обсуждению судьбы парка вернутся, когда сами жители этого захотят. Светлана Кудрявцева, Константин Головин, Василий Колдашов. События. Из больницы имени Пирогова начали выписывать пациентов, пострадавших в крупном ДТП на трассе М5 Урал под Сызренью. Сегодня домой возвращается Алина Вагапова. В ночь аварии девочка вместе с сестрой ехала домой в Красносельск на день рождения к маме. Сестра Алина еще задержится в больнице для того, чтобы продолжить лечение. Характер травмы, повреждений у нее более серьезный. Пообщался с пациентками наш корреспондент Михаил Ермоленко. Пострадавшую в ДТП под Сызренью Алину Вагапову сегодня выписывают из больницы. В холле хирургического отделения Пироговки ее встречают родители. Долгая разлука заканчивается, и девочка возвращается домой. На пути к полному выздоровлению ее ждет амбулаторное лечение и реабилитация. Морально так тяжело, так скажем, психологически. Просто давно не видела, очень сильно скучала по всем родственникам. Поэтому буду восстанавливаться. Сестра Алины, Вика, все еще на какое-то время останется в больнице. В результате столкновения в ту злополучную ночь девочка получила перелом бедра и черепно-мозговую травму. По прогнозам хирурга, Вика пробудет на лечении еще как минимум неделю. Алина обещает навещать и поддерживать ее каждый день. Сегодня выписываем двух пациенток. Алина Вагапова первая выписывает, сегодня вторая пациентка, Коноплева. Все с положительной динамикой, готовые находиться в домашних условиях. У Вики состояние стабильное. Я думаю, на следующей неделе уже тоже будет готова к выписке. 29 января на трассе М-5 в страшной аварии погибли 12 человек. Недалеко от села Заборовка Сызранского района пассажирский автобус столкнулся с фурой. В первые минуты после ДТП губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил задействовать санавиацию для скорейшей эвакуации пострадавших. Пациентов, жизнь и здоровье которых не вызывает опасения врачей, постепенно выписывают. Остальным продолжают оказывать необходимую медицинскую помощь. Михаил Ермоленко, Николай Сидоров. События. Сегодня на пересечении улиц Симофорной и Промышленности ликвидировали коммунальную аварию, которая произошла из-за порыва водопроводной трубы. К устранению последствий приступили в 9 утра. На месте побывала наша съемочная группа. Масштаб проблемы оценила Гульфия Сафина. По самое колено сегодня по улице Промышленности можно спокойно спускать бумажные кораблики. Правда, повод не самый приятный. Это вам не весенняя отепель. А самый настоящий порыв. Совсем недоброе утро ждало сегодня жителей этого микрорайона. Сразу несколько улиц, карьерная, симофорная, промышленность и внутренний проезд буквально залило водой. Мы сегодня утром встали, сын на работу в 6 часов встал, собрался идти. И лужа. И у нас аж во двор забежала. Сейчас вот откачивают воду. Более приехал. Информация об утечке в районе улиц Промышленности и симофорной диспетчерской поступила рано утром. Сообщили в информационной службе оператор водоснабжения. На место сразу была направлена аварийная бригада. Было установлено, что произошел отказ на бесхозной водопроводной линии диаметром 300 мм по адресу Луганская, 64. Устранять будут наши специалисты. Условия работы очень сложные. Дополнительно на место прибыла техника для откачки воды с проезжей части. На месте находится техника подрядной организации по уборке наледи. В 9 часов утра коммунальщики экстренно произвели отключение аварийного участка. Временно пока ведутся работы, без водоснабжения остаются дома частного сектора. Устранить аварию рабочие планируют в кратчайшие сроки. Гульфия Сафина, Григорий Плешаков. События. За сутки в Самарской области зарегистрировали 290 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших в регионе 46 276 человек. Такие данные в субботу 20 февраля опубликовали на сайте stopcoronavirus.rf. За последние сутки выздоровели 289 человека, а всего с начала пандемии из больниц выписались 42 533 человека. Военнослужащие и сотрудники подразделения управления Росгвардии по Самарской области присоединились к первому этапу добровольной вакцинации от коронавирусной инфекции. Личный состав ведомства делает прививки первым и вторым компонентом вакцины «Спутник Ви». Медицинская процедура прошла в соответствии со всеми необходимыми требованиями безопасности. Подробности в нашем сюжете. В гости к самарским росгвардейцам приехал мобильный медицинский передвижной комплекс. Большая часть личного состава приняла решение привиться от коронавируса. А потому для удобства сотрудников вакцинацию «Спутник Ви» организовали прямо в части. Очень рада, что наконец-то сюда даже приехали. Очень удобно, что никуда не надо идти. На взгляд офицера я считаю, что это, конечно, гражданская ответственность. В первую очередь за здоровье окружающих. А как человека нужно уже позаботиться когда о своем здоровье, а здоровье прежде всего своей семьи. Медицинская процедура прошла в соответствии со всеми необходимыми требованиями безопасности. Непосредственно перед вакцинацией личный состав Росгвардии прошел необходимый медицинский осмотр. А также получил подробные медицинские рекомендации, которые необходимо соблюдать после прививки. Вакцина-профилактика – это самый простой, самый надежный, самый безопасный и эффективный метод борьбы с новой коронавирусной инфекцией, с этой пандемией. Вакцинируя себя, мы обезопасим своих родственников. Второй этап вакцинации состоится через три недели. Другие жители региона могут записаться на процедуру, позвонив по телефону в регистратуру своей поликлиники или по номеру 122. Также можно воспользоваться сайтом госуслуги и оставить свою заявку в графе «Лист ожидания». Если на момент заявки вакцины не окажутся в наличии, вам позвонят, как только поступит новая партия. Андрей Горгуленко, События. 200 койко-мест, временно переданные для лечения больных коронавирусом, освободились в клиниках Самарского медуниверситета. Терапевтическое отделение возвращается к нормальной жизни. Специалисты уже провели всю необходимую санобработку. Врачи планируют начать принимать пациентов 1 марта. Слово Мэри Елчан. Александр Суиц месяц провел в инфекционном отделении в клиниках Самарского медуниверситета. Болеть мужчина переносил тяжело, лежал в реанимации. Сейчас самочувствие стабилизировалось, но остались небольшие проблемы с дыханием. На долечивание Александра отправили в санаторий. Прямо так жаждал глоток воздуха свежего получить, что просто была возможность, что при таких болезнях еще можно было выйти погулять. Было, конечно, здорово, но тут карантин есть карантин, конечно. Ковидный госпиталь открыли 18 ноября. Буквально за две недели терапевтическое отделение СамГМУ перепрофилировали. Здесь развернули 200 коек, которые практически сразу заполнились. На борьбу с коронавирусом вышли сотни врачей. Медикам приходилось работать с тяжелыми пациентами в красной зоне. Сейчас последних больных выписали, и отделение возвращается к нормальной жизни. Я считаю, что мы справились с задачей. И в настоящее время, с чувством глубокого удовлетворения, могу сказать, что мы уже обратно возвращаемся к мирной жизни. И 1 марта мы начнем работать под своим терапевтическим направлением. В отделении уже провели профилактические мероприятия, утвержденные Роспотребнадзором. Помещение обработали специальными растворами. На это ушло несколько дней. Процесс трудоемкий. Вначале жидкость наносится на контактные поверхности, затем счищается специалистами и сдается на лабораторные исследования. Так медики выясняют, безопасно ли находиться в этих палатах. Госпиталь отработал достаточно эффективно. Особенностью, наверное, явилось то, что здесь были собраны врачи разных специальностей. Здесь работали и кардиологи, и пульмонологи, и инфекционисты. И мы могли действительно оказывать высококачественную помощь пациентам. Приказ о закрытии перепрофилированных коек для оказания помощи пациентам подписал министр здравоохранения России Михаил Мурашко. За несколько месяцев работы через медучреждения прошли больше тысячи пальных коронавирусом. Мэри Илчан, Николай Епифанов, События. Далее нас ждет экономический блок новостей. Их подготовила Виктория Шаре. Она уже в студии. Виктория, здравствуйте. Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Что интересного и важного ожидает нас в новостях экономики? Капитализация биткоина приблизилась к 1 триллиону долларов. РУСПРОДСОЮЗ обратился в ФАС с просьбой проверить обоснованность повышения цен на упаковку. Но сначала о курсах валют. Курс доллара на 21 февраля 73,98 рубля, евро 89,66 рубля. Биткоин установил новый рекорд, превысив 55 тысяч долларов. Его капитализация приблизилась к 1 триллиону долларов. Ранее эксперты предрекли, что к концу 21 года криптовалюта может подорожать до 100 тысяч долларов. По мнению специалистов Российской ассоциации криптоэкономики, цена биткоина достигнет 65-75 тысяч долларов уже в третьем квартале этого года. Однако после рекордных подорожаний к концу 21 начнется его резкое падение до 10-15 тысяч. РУСПРОДСОЮЗ обратился в ФАС с просьбой проверить обоснованность повышения цен на упаковку, о котором ее производители предупредили предприятия пищевой промышленности. Из-за подорожения сырья стоимость упаковки может вырасти на 10-15%. В РУСПРОДСОЮЗЕ считают, что это приведет к росту цен на продукты, поскольку упаковка занимает почти треть от стоимости в доле производства. Если ведомство обнаружит признаки нарушения антимонопольного законодательства, оно готово принять соответствующие меры. Финансовые учреждения России предложили собственный метод борьбы с мошенничеством и обналичиванием средств через исполнительные листы. Банки хотят получить право не исполнять судебные решения о переводе денег в некоторых случаях. Сейчас отказ невозможен даже при подозрении в краже. Власти предложили зачислять средства на основании исполнительных документов только на счета в финансовых организациях, даже если получатель является нерезидентом. Банки положительно отреагировали на эту идею, но захотели ее дополнить. Финучреждения выделяют два типа махинаций с исполнительными документами. Речь идет о взыскании эффективно созданного долга и подделке документов с целью отмывания или обналичивания денег. В случае исполнительного производства все необходимые персональные данные зачастую присутствуют, но не всегда на самом листе. Исполнительная дисциплина несовершенна по некоторым пунктам, следовательно, необходимо гарантировать, чтобы листы с неполными данными не могли быть технически загружены в электронную базу данных и предоставить банкам право отказать. Льготная ипотека может быть расширена на покупку участка под строительство частного дома, либо на строительство такого дома на уже имеющейся территории. Об этом сообщает пресс-служба Минфина Российской Федерации. Изменения предлагается внести в программу семейная ипотека под 6% годовых. Проект постановления правительства уже подготовлен и вынесен на общественное обсуждение. Замглавы Минфина Российской Федерации Алексей Моисеев выразил надежду на то, что расширение программы поможет большему числу семей с детьми улучшить свои жилищные условия. Кроме того, снижение процентной ставки на индивидуальное жилищное строительство придаст новый импульс этому направлению. Это были новости экономики. Контролируйте ваши финансы. Качество на контроле. Материалы, которые используют при строительстве крупных объектов региона, проверяет лаборатория Министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области. Сейчас исследуют уплотнение земляного полотна. Пробы грунта взяли с Фрунзенского мостового перехода и автодороги Тольятти-Ягодные. По каким критериям оценивают качество, узнала Лариса Шлафаст. Слой за слоем сотрудники лаборатории Минтранса исследуют пробы песка, которые используют при строительстве крупных дорожных объектов. Задача специалистов – контролировать плотность и влажность грунта. Также в лаборатории проверяют асфальтобетонную смесь на устойчивость к образованию колеи. В помощь проверяющим – специальная установка, в которую помещают пробы. 10 тысяч проходов выполняется при температуре 60 градусов Цельсия. Примерно 4 часа термостатируется при температуре 60 градусов Цельсия и примерно проходит 6 часов на испытания. Лаборатория Министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области работает круглый год. В зимний сезон дорожные работы не прекращаются. Возводятся насыпи земляного полотна для дальнейшего строительства дорог, реконструкции мостов. Сейчас проверяют пробы, которые взяты с двух объектов, которые возводят по национальному проекту безопасные и качественные автомобильные дороги – Фрунзенского мостового перехода и автодороги Тольятти-Ягодная. Качество грунта оценивается на соответствии требованиям ГОСТа. Лаборатория испытывает разные строительные материалы, которые входят в состав асфальтобетонной смеси. То есть это щебень, песок, песок изотеводробления, минеральный порошок, вяжущие материалы, которые входят в состав асфальтобетонной смеси. Сейчас ведется подготовка к новому дорожному сезону. У подрядных организаций, с которыми заключен государственный контракт, проверяют состроительные материалы, которые они будут использовать в дорожных работах в 2021 году. Лариса Шалафаст, Максим Гусев, События. Не только звезды красят генерала, но и любовь к родине. В преддверии 23 февраля в окружном доме офицеров поздравили настоящих мужчин. Выдающихся офицеров наградили памятными знаками. В компании защитников Отечества побывала Мария Левина. «Клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить Отечество», писал Александр Сергеевич Пушкин. Служба родине всегда считалась одним из самых престижных и доблестных занятий. И сегодня нести звание военнослужащего – большая честь, считают виновники торжества. «Служить в России, суждено тебе и мне! Служить в России, удивительной стране, где солнце новое встает!» Бескрайняя пучина – любовь всей его жизни. Владимир Владимирович Потапов с детства любил выходить в море под парусом. А позже под влиянием старших товарищей поступил в военно-морское училище в Ленинграде. По окончанию учебы курсант распределили на службу на атомную подводную лодку «Тайфун» в Северный флот. Так мужчина определился с делом всей жизни и решил защищать Родину. Сейчас Владимир представляет общественное объединение ветеранов Северного морского флота в Самарской области. Сегодня он получил очередную награду. «Мы должны защищать свою Родину, мы должны поддерживать традиции, как ветераны военной службы, привить вот эту любовь к подрастающему поколению». В преддверии Дня Защитника Отечества памятными знаками наградили отличившиеся представители их профессии. «23 февраля является символом самоотверженности, достоинства и чести, олицетворяет ненадрывную связь поколений и приемственность традиций, любовь и преданность родной стране». «В нашем обществе День Защитника Отечества имеет неофициальный статус праздника настоящей мужчины. И я хочу пожелать всем вам соответствовать этому высокому званию, уметь брать на себя ответственность, быть верным долгу и слову. Мужество, самоотверженность, боевое мастерство, у нас лучше. Это основа стабильности, безопасности в нашей Родине». Детям игрушки, мужьям парфюмерию. Ко Дню Защитника Отечества аналитики Яндекса выяснили, как россияне готовятся к празднику и какие подарки дарят. Более половины опрошенных считают, что 23 февраля – это День всех мужчин. Более 80% женщин планируют делать подарки. При этом большинство респонденток старается угадать, чего хотят мужчины. Кстати, среди желанных подарков на 23 февраля чаще всего называют «деньги» и «инструменты», причем второе выбирают именно старшее поколение. Также мужчины не против гаджетов, алкоголя и парфюмерии. Далее идут одежда, аксессуары, часы, спортивные товары, сертификаты, путешествия, книги и даже бытовая техника. Эксперты выяснили, что парфюмерию женщины чаще дарят своим супругам, возлюбленным романтический вечер, отцам инструменты, детям игрушки, друзьям уходовую косметику, а коллегам алкоголь. Самарцев приглашают принять участие в творческом конкурсе «Самарская маслена. Гостья. Дорогая». Для этого своими руками нужно сделать ростовую куклу высотой не менее полуметра. Жюри отберет лучшие работы, и эти арт-объекты будут представлены на площади Куйбышева во время проводов зимы. С первыми участниками конкурса познакомилась мэри Елчан. 15-летняя Полина Борисова занимается разработкой и пошивом небольших коллекций одежды. Этому она научилась в Центре детского и юношеского творчества «Мечта». В прошлом году девочка решила принять участие в конкурсе «Самарская маслена. Гостья. Дорогая», чтобы применить полученные в Центре знания на практике. Вместе с другими воспитанницами она сделала куклу. Девочки сшили для нее костюм и подготовили украшения. Маслена заняла второе место. Мы делали вот эти вот пайетки. Сначала мы делали наметку, потом прошивали на машинке. Все это постепенно, аккуратно делали. Все девочки мне тоже помогали, все принимали в этом активное участие. В этом году девочки решили взять реванш и мечтают оказаться на первом месте. Если прежняя кукла была выполнена в классическом стиле, то в этом году участницы создадут современную. Процесс создания масленой довольно трудоемкий. На пошив одной куклы уходят несколько занятий. Это сплочает детей, это дает им новую информацию о наших традициях, потому что сейчас дети не всегда интересуются тем, что было раньше. А тут прекрасная возможность узнать, тем более сделать своими руками что-то. Конкурс-выставка проходит уже второй год по четырем номинациям. Оригинальная, обрядовая, современная и эко-куклы. Критерии оценки жюри будут варьироваться в зависимости от выбранной категории. Участником может стать любой желающий. Маслены должны быть выполнены в виде ростовых кукол высотой не менее полуметра. Создавать арт-объекты можно из любых материалов, используя различные техники исполнения. В прошлом году в конкурсе участвовали свыше 200 человек. Порядка 150 маслен украсили тогда площадь Куйбышева в день проводов русской зимы. Этот конкурс и выставка нужен не только детям, но и взрослым. Во-первых, это поддержание традиций народных, культурных традиций, возрождение их. И еще такой момент здесь присутствует, что людей побуждают к творчеству. Дают, в общем-то, и свободу, и дают возможность вспомнить наши традиции, нашу культуру народную, и погрузиться в этот праздник проводов зимы и встречи весны. После того, как жюри отберет лучшие работы, арт-объекты представят на главной площади города во время Масленицы. Работы победителей конкурса отметят ценными призами. Заявки будут приниматься с 20 февраля по 7 марта 2021 года. Мэри Елчан, Николай Епифанов, События. Хоккеисты ЦСКА ВВС завершили сезон в чемпионате ВХЛ, проиграв в последнем матче Ростову. А самарские легкоатлеты и самбисты завоевали медали на всероссийских соревнованиях. Подробнее расскажем в рубрике «Новости спорта». Здравствуйте, с вами Андрей Горгуленко. Вы смотрите «Самарские новости спорта». В Хантамансийске прошло первенство России по самбо среди юниоров 18-20 лет. За звание сильнейших боролись около 400 спортсменов из 54 регионов страны. У спортсменов Самарской области три награды. Даниил Жданов и Рустам Гельфанов завоевали серебро в весовых категориях 88 килограммов и 53 килограмма соответственно. Рассказали в региональном министерстве спорта. У девушек бронзу в весовой категории 65 килограммов взяла Альбина Хабиева. Самарские спортсмены на первенстве России по легкой атлетике среди юниоров в Смоленске завоевали две медали. Сергей Гуревич, прыгнув на 7 метров 19 сантиметров, выиграл серебро в прыжках в длину. Отличилась и Аделина Ахаликова. Она, прыгнув на 1 метр 82 сантиметра в высоту, завоевала бронзу. А в Москве, уже на чемпионате России по легкой атлетике, Анастасия Николаева завоевала бронзу в беге на 60 метров с барьерами, преодолев дистанцию за 8,33 секунды. В заключительном матче чемпионата ВХЛ хоккеисты ЦСКА ВС принимали клуб Ростов. Гостям нужно было как минимум не проиграть в основное время, чтобы обеспечить себе выход в плей-офф. А игроки ЦСКА ВС, лишившиеся шансов продолжить борьбу в чемпионате, хотели просто порадовать болельщиков в заключительной игре. По ходу встречи самарцы дважды выходили вперед, но каждый раз ростовчане сравнивали счет. Третий период получился напряженным. Ростовчане не рисковали и играли на удержание счета. А самарцы никак не могли вскрыть оборонительные редуты гостей и не помешали Ростову выполнить свою задачу. В овертайме самарцы сняли вратаря, чтобы все-таки закрыть сезон домашней победой, но пропустили в пустые ворота. 2-3 поражение ЦСКА ВС. Самарцы завершили чемпионат на 21 месте. На этом все. Больших побед вам. Удачи! На этом наш выпуск завершен. Заходите на сайт Самара ГИС, подписывайтесь на наш телеграм-канал и на официальные страницы в социальных сетях. Будьте здоровы, всего вам самого доброго, берегите себя и своих близких. Хороших вам выходных! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok